У меня недавно открылся дар предвидения. В голове открылся и не закрывается. Я стал предвидеть будущее ясно и всяко. Дар ко мне пришел навсегда и безвозвратно. Как-то однажды, поступая в институт, в восьмой раз я предвидел, что меня туда не возьмут. И чудо сбылось. Сказали, что в 45 поступать уже поздно. Тогда выгнали меня оттуда безвозвратно. В четверг новое чудо произошло с моим даром. Ели мы во дворе закуску впятером. Пирожки. Начинка яйцо с повидлом. Так вот четверо отравились, а я нет. Я предвидел, что не отравлюсь. Пирожок-то мне не дали тогда. Еще случай с моим даром. Дружила соседка своей по-соседски. Ну я не могу сказать, что были какие-то особо дружеские отношения. Так, встречались. Болтали о своем там под одеялом. Молча по-быстрому. И однажды, лежа с ней под одеялом, приходит ко мне озарение, что наша дружба прямо сейчас с ней закончится. Безвозвратно. Избывается мое пророчество полностью. Муж его возвращается зачем-то домой. И прется в спальню, как дурак. Я обычно с дороги на кухню, знать какие новости в холодильнике. И так в спальню. Не выспался, видно. И прется прямо к месту нашей дружбы, причем в самый ее разгар. Прется безвозвратно. Смотрит он на меня своими красными кроличьими глазами. И вижу я в его глазах непонимание. И даже полное отрицание нашей дружбы. Я хотел ему сказать, ну раз я дружу с твоей женой, мы с тобой тоже друзья, брат. И тут дар. Приносит новое сообщение. Хотя уже и лишнее. Вижу я, что долбанет, у меня гантелей побалдеют. И сбылось. Я вам скажу, что простые смертные к нам гением жесток. Но судите сами. Гулял я с собачкой в сквере. И собачка моя сделала свое собачье дело на джип-хаммер после тюнинга. Да так она его обмыла, будто специально терпела. А хозяин джипа сидел внутри и обнимал что-то типа девушки. Смотрю, выходит он из джипа с лопатой от хаммера. Идет ко мне и явно ничего копать не собирается. И предвижу я, что сейчас наступит ночь, и я крепко уснул. И сбылось. Утром проснулся. Дворник разбудил метлой по морде. Ну, пришел я домой, раздел свое туловище, встал перед зеркалом. И вижу на своем животе рисунок явно космического происхождения. Чем-то напоминающий отпечаток колеса от хаммера. Не любят нас люди, не пойму за что. Вот недавно иду по улице, смотрю, открытый люк. Идет ремонт. И я туда плюну. От всей души. И тут же дар. Сообщает, что сейчас у меня состоится новая встреча с интересными людьми. Из люка, как из танка, вылезли трое мужчин с загадочными лицами. Догнали меня. Каждый. И устроили мне экскурсию по канализации. Вертикальную. Ну да, один кидал, другой доставал погром. И так 12 раз подряд. После этого желание плевать в колодце от меня ушло безвозвратно. Я в последнее время начал добрые дела делать для людей. Вчера залил каток возле подъезда. Начиная со ступенек. Ну люди пойдут на работу, а там новогодний сюрприз. Завтра пойду, посмотрю, как они там кувыркаются, веселятся. Дар мне подсказывает, что они мне очень благодарны. Потому что мой дар меня еще никогда не подводил. Игорь, 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 не убегай. Игорек, ну и по традиции, и по традиции, на пассажок, пожалуйста, новенький анекдот. Как зал? За? За! Ну не знаю, для меня он такой довольно новый, не знаю, симпатичный анекдот. Человек идет через лес в деревню, сократить решил путь, пошел через лес. Ужасная погода, ливень, ветер. Он идет, ему страшно. Смотрит, стоит машина. Он заглянул, никого нет. Ручку дернул, открыто. Он думает, сяду, согреюсь немножко, обсохну. Только сел, машина поехала сама. Едет, страшно ему. Вдруг из темноты рука такая волосатая, такие ногти, и рулит сама. Едет вперед, рулит. Ужас. И пропал опять. И опять едет. Впереди огоньки, появились уже деревня неподалеку. И вдруг вот такая морда взерошенная в окно. Что ты тут делаешь? Еду. Прекрасно. Я машину толкаю, этот козел едет. Спасибо.